МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И поговорим, да, узнаем вообще, посмотрим, что это вообще такое. Ну, с большим удовольствием, конечно, хочется вспомнить и посмотреть. Подожди, сказал Питух, ты, если он тебе хвалит, зачем орешь? Ну, скажи-ка, кто он, давай? Эй, ты! Питух, Алла Павловна! Мы привезли вам хануму и привезли настоящие грузинские спектакли. Мы репетировали с грузинами, нас научили говорить по-грузински, танцевать, лесгинку. Мы выпили 150 бутылок кинзмараули. Грузин нам привезли бесплатно. И мы хотим свою любовь к Грузии подарить вот здесь, в Барнауле. Мы первый раз в Барнауле. Эй, Микки, такого жениха нельзя выпускать! И спускать такого жениха не нужно! Константин, расскажите, вот этот человек, он откуда? Откуда вообще эта группа приехала? Это город Пермь, который мы встречали в прошлый фестиваль «Шаг», и в этом году они вновь наши участники. В прошлом году они приезжали со спектаклем «Ханума», который идет на базе нашего театра, в нашем репертуарном листе. И приятно, что в этом году это вновь участники фестиваля, и вновь со спектаклем «Мачеха Саманишвили», которая тоже у нас идет под другим названием «Невеста из Эмиретии» в репертуарном листе театра. Вот такие участники, которые и нам очень полюбились, и публики. И мне кажется, что это уже такие наши друзья, наши гости, которые стабильно приезжают. Это Пермский институт культуры и театр у моста. А какие города будут в этом году еще у нас? В этом году у нас добавляется Саратов. Впервые к нам приезжает. По-прежнему тоже нашими гостями уже такими традиционными стали Кемеровский институт культуры, которые приезжают со своим хореографическим вечером. Сразу несколько спектаклей в один вечер покажут они. У нас в гостях будет Новосибирская консерватория, Новосибирский институт театральный, будет также консерватория Саратова, повторюсь. И у нас в этом году из участников еще, так никого бы не забыть, конечно же, наш Алтайский государственный институт культуры, который также каждый год принимает участие. И в этом году мы показываем аж целых два спектакля. Поэтому на правах принимающей стороны, мне кажется, будет приятно. И ребятам, которые будут работать на сцене, так сказать, все равно родного, театра родного края показывать спектакль. Гостей много. Гостей много. А идея какова вообще фестиваль? Идея прежде всего, чтобы ребята, которые находятся в отдаленных от нас регионах, в других городах, некоторые вот совсем далеко, чтобы они, во-первых, узнали немножечко о нашем регионе, о нашем крае и о наших театрах. Поэтому в программе фестиваля мы знакомим всех участников не только со своим родным музыкальным театром, но и со всеми театрами, которые находятся вот в городе Барнауле. Помимо этого, мы проведем несколько экскурсий по городу и познакомим с какими-то знаковыми местами всех ребят, покажем, чем мы можем действительно гордиться, как здорово и замечательно здесь можно работать и найти себе по душе коллектив. Тем более, что у нас есть разнообразие от кукольного театра до музыкального, представлены абсолютно все жанры. Поэтому для всех ребят будет очень как бы дружелюбная такая обстановка. И мне кажется, самое такое приятное время, когда ты можешь на грани, на выпуске, на этом пороге из института оказаться уже непосредственно в профессиональном театре, в профессиональном коллективе и понять, и, наверное, для себя как-то определиться, туда ли ты шел и с чем ты можешь дальше связать свою жизнь. Но все эти мастер-классы, экскурсии, это все будет, наверное, в дневное время. А в вечернее время жители Барнаула ждет, расскажите, что. Да, у нас будут сразу показы спектаклей. Будет не только в вечернее, но и в дневное время. У нас два времени, это 14 часов и 18.30, когда ежедневно на базе нашего театра будут проходить показы всех дипломных спектаклей. Откроет наш фестиваль «Город Кемерово» со своим вечером, посвященным балету. И далее по репертуарному листу можно следить за нашей афишей, обращаться на наш сайт театра. Тем более, что 11 мая у нас будет работать новый сайт, уже с отдельной страницей для фестиваля. И наш сайт тоже... В нем тоже произойдут какие-то прекрасные изменения, поэтому всех ждем на нашем обновленном сайте. Но это ведь не только будут спектакли, правильно? Это будут и какие-то хореографические вечера, что это вообще? Это все спектакли, которые так или иначе связаны с выпускными курсами. Большинство их, конечно, нацелено на музыкальный театр, но у нас принимают участие ребята из драматических курсов. Тем более, что мы сегодня прекрасно понимаем, что уже произошел этот синтез театров, когда у нас кукольное отделение Саратовской консерватории будет показывать оперу с куклами. То есть вот такой синтез жанров. Также у нас будет и хореография представлена, потому что все артисты должны обладать хореографическими способностями. И, конечно же, драматические курсы, которые будут играть в свои спектакли, в которых так или иначе присутствует пластика. Нужно уметь имитировать, нужно уметь петь и так далее. Очень много разных задач, которые ставят сейчас перед ребятами педагоги и которые будут оценивать уже члены нашего жюри. Но это, получается, фестиваль на конкурсной основе, да? То есть будут места, нет? Нет, мест мы не раздаем на этом фестивале, но мы вместе с членами жюри стараемся очень четко определить направление той или иной мастерской, которая приезжает для того, чтобы и ребята понимали, в чем они сильны, где их главная сильная сторона, с которой они могут показываться или в наши театры, или в другие театры. И вот это происходит все в обсуждении уже после спектаклей. Мне кажется, что это такая хорошая репетиция перед поступлением, тем более, что даже если у вас будет там высококлассная оценка жюри, это не дает права без конкурса пройти ни в один театр. Естественно, все равно будет кастинг, все равно будет отбор, но так или иначе мы рекомендуем ребятам либо остаться в театре, либо посмотреть в какую-то другую сторону, например, уже там в хореографию или в пластические театры, или, может быть, в кукольный театр и так далее. К слову, кто из участников остался сейчас работать в театрах? Ну, один из первых таких участников фестиваля, который остался, это Виталий Селюков. Он до сих пор работает у нас солистом-вокалистом, очень успешно развивается, это очень приятно. Затем приходили Андрей Булгаков, Ксения Ильина, затем Сергей Автоманов. Это... Они в музыкальных театрах? Да, это в нашем музыкальном театре. Я знаю, что ребята, которые приезжали и показывали свои спектакли на базе молодежного театра Алтая, они также остались там работать. Поэтому так или иначе... То есть из других городов приехали в Барнаул работать? Да, так или иначе этот фестиваль работает, и свою основную задачу, основную цель, да, чтобы показать о том, что у нас очень высокий уровень и театров, и здесь очень интересно работать, очень молодые коллективы все перспективные. Это работает, и ребята остаются, и они все занимают, я вас уверяю, такие лидирующие позиции и в репертуаре театра, и первые во всяких интересных проектах, которые происходят в городе. Поэтому нам это очень радостно. С участниками все понятно. А как жюри? Кто в этом году будет в составе? У нас в составе жюри будет аж 7 человек. Скажу, что председателем жюри бессменно у нас является Олег Рымович Пермяков, наш режиссер, выпускник Новосибирского института, и поэтому он все время доцент кафедры режиссуры в нашем Алтайском сейчас институте культуры, и он уже много лет сотрудничает с нашим шагом, он будет председателем этого жюри, а в него войдут специалисты как по хореографии, так и по вокалу, чтобы можно было оценить все грани творчества наших участников. В прошлом году во время пандемии как проходил этот фестиваль? У нас он проходит раз в два года, и большое счастье, что в прошлом году у нас не должно было быть этого фестиваля. Да, и поэтому мы очень рады. Мы просто отбирали участников, потому что слухи о фестивале идут впереди его, нам это тоже приятно, и заявки мы начинаем получать сразу после окончания фестиваля. Уже ребята готовятся к следующему, через два года уже понимают, какой курс будет на выпуске, и кто же может показаться на этой фестивальной программе. Я правильно понимаю, что участие дает шаг, шанс работать на сцене? Это первый шаг вообще их на профессиональную сцену, потому что все эти курсы, они все работают, как правило, в таких аудиториях очень камерных, и видят перед собой только камерные залы. Так вот здесь это первый шаг на профессиональную сцену, когда перед ними открывается огромный простор этого зрительного зала, когда нужно суметь за буквально там одну-две репетиции и самим распределиться на площадке, и услышать зал, и понять, как это все работает. Ну и, собственно говоря, столкнуться, как мне кажется, по-настоящему с профессией впервые. Поэтому мы даем вот такие первые шаги на профессиональную сцену для всех наших участников. А в ходе фестиваля наши студенты уезжают в другие города? Наши студенты не уезжают в другие города. Мы, наоборот, встречаем здесь всех, и помимо наших волонтеров, которые будут трудиться на этом фестивале, еще будут помогать нам и студенты, конечно же, нашего АГИК, и будут, безусловно, заниматься только приятной обстановкой вокруг наших гостей из других регионов. А правда ли, что вход свободный? Или все-таки какая-то оплата есть? Абсолютно символическая цена. Это 100 и 150 рублей цена билета, за которым можно прийти и посмотреть на, возможно, будущих народных артистов, которые сегодня выступят на этой сцене, и как-то прикоснуться к совсем молодому искусству, молодому творчеству, понять, чем занимаются мастерские сегодня в разных городах, какой подход к работе. Мне кажется, это вообще очень интересно наблюдать за чем-то новым, за чем-то совсем только что создаваемым, прямо, можно сказать, на глазах у наших зрителей. Вот вы, как наблюдатель прошлых лет и сегодняшнего поколения, отличаются поколения между собой? Что-то новое привносит? Безусловно отличаются. И мне очень радостно, что вот сегодня тот, например, синтез жанров, который уже присутствует в фестивальной программе, это говорит о развитии. Это говорит о том, что как идет развитие в театре, так и идет развитие в мастерских. Они даже не всегда догоняют, а порой опережают события и готовят специалистов, которые завтра придут на смену или в помощь тем, кто работает сегодня в театре, и это будет уже другой театр. Так вот, каким он будет, мне кажется, вот этот, зачем театр происходит именно сейчас? И мы можем стать свидетелями. А выпускники с вами зелятся, может быть, о самых таких желанных ролях, может быть, есть какие-то роли, которые хотят сыграть все? Ну, здесь, конечно, как правило, когда студент приходит на такой фестиваль или на какой-то первый свой конкурс, то речь идет о самых главных ролях, о самых таких ключевых названиях, которые можно встретить в любой карьере. Но когда проходит вот этот пыл, запал, а он все равно проходит, и это превращается в профессию, и это обрастает мастерством, и дальше уже задача лишь в том, чтобы постоянно себе пробуждать что-то новое, тогда и стремление уже к новым ролям возникает. А так, конечно, все стабильно, все хотят играть Ромео и Джульетту. Да, это очень приятно, потому что если не мечтать об этом, то зачем тогда идти в эту профессию? Константин, спасибо большое за беседу. А всех наших зрителей призываю отправиться на фестиваль и посмотреть на живую актерскую игру в Алтайский музыкальный театр. Напомню, фестиваль будет длиться с 10 по 14 мая. До встречи!